В данном видео я расскажу вам о попытках убить скромника и о том, у кого это получилось. Не забывайте ставить свои капитанские лайки, если хотите еще рассказов по SCP. Друзья, перед началом, как обычно, отступление. Под видео про уничтожение скульптуры набралось огромное количество комментариев. Из них я хочу выделить три категории, которые встречались чаще всего. Во-первых, вопрос о каноничности и, соответственно, судьбе того или иного объекта. Многие из вас написали, что пока на странице, посвященной конкретному SCP, не появится отметка о том, что он уничтожен, нейтрализован или списан, этот объект считается функционирующим или живым, в зависимости от его природы. Следовательно, скромник, неуязвимая рептилия, скульптура и другие объекты фонда, которые в разных рассказах были потрачены. По канону живее всех живых. Ну, как бы, логично, что чувак, который делает видосы на YouTube, как бы, делает размышления на тему, как бы это могло быть, а не то, что это становится каноном. По-моему, мы как бы... И это вполне логично, ведь если то или иное существо будет уничтожено, то и смысла в написании новых историй не будет. Сами же рассказы про списание разных объектов имеют место быть. Просто будем считать, что они произошли в другой реальности. Второй тип комментариев касался классов объектов. Кому-то показалось, что мое описание было слишком мудреным, а кто-то и вовсе сказал, что оно неверное, что очень странно. Ведь мое объяснение почти полностью соответствует классификации объектов на официальном сайте. Я описал аномалии с точки зрения их изученности, надежности содержания и возможной угрозы, не выделяя ни одну из перечисленных характеристик больше другой. Хотя, конечно же, сложность содержания объекта является приоритетным параметром. Мне же предложили использовать правило коробки, что не совсем логично. Видите ли это правило, или если точнее тест закрытой коробки, был впервые озвучен на англоязычном сайте и является неофициальным руководством для определения классов объектов. Для ясности я его озвучу, причем буду использовать английскую версию. Если объект заперт в коробке, оставлен в покое и ничего плохого не происходит, то, возможно, он безопасный. Если объект заперт в коробке, оставлен в... Здесь безопасно. Ага. Короче, понятно, ему предложили использовать не... Ему предложили использовать кота Шрёдингера. А назвали-то как какой-то метод коробки, ебать же, изъебаются. Это называется кот Шрёдингера. Ты хрен его узнать, что там внутри происходит. Ну да, типа, это... Кот Шрёдингера это кот, который заперт в коробке с ядом. И пока ты не откроешь коробку, ты не знаешь, мертв кот или жив. И то есть ты можешь думать то, что тебе удобно, так сказать, пока ты ее не откроешь. Так же и тут, по факту. Если объект заперт в коробке и оставлен в покое, и вы не уверены, что именно произойдет, то, возможно, это эвклид. Он для тебя одновременно жив и мертв. Если запереть в коробке того же скромника, то ничего плохого не произойдет. Но он эвклид в силу дополнительных условий. Поэтому правило коробки скорее помогает кое-как определиться с первоначальной классификацией до исследования объекта. Но никак не может являться основным и тем более единственным способом выбора класса. Ну и в-третьих, те, кто в комментариях к этому видео напишут SCP или SCP сосать, магическим образом потеряют 10 сантиметров от длины своего писюна. Хотя мы ему задрали такие комменты. Прошу прощения за все это разжевывание, но это необходимо было сделать. Теперь же возвращаемся к теме нашего видео. Наконец-то. Сначала я расскажу вкратце про самого скромника. Потом про попытки его уничтожения и закончу самим убийством. Итак, SCP-096, также известный как Скромник. Класс Эвклид. Внешне это ужасное создание напоминает человека. В высоту достигает почти 2 метров 40 сантиметров. Поначалу можно подумать, что перед нами находится бывший заключенный концлагеря. Связано это с тем, что Скромник имеет крайне худощавое телосложение. А мышечная масса вообще как будто отсутствует. Однако, что сильно отличает его от обычного человека, так это невероятно длинные руки. По полтора метра каждая. Еще более пугающей особенностью 0,96 являются его челюсти. Способные открываться в 4 раза шире нормы, положенные для взрослого человека. Подобный момент легко объясняется тем, что когда Скромник нападает на свою жертву, от нее не остается вообще ничего. Он либо превращает ее в мокрое место ударами своих рук, либо попросту пожирает. А как, собственно говоря, 0,96 выбирает на кого нападать? Содержится этот монстр в небольшой стальной герметичной камере. Пока он находится в таких условиях, он ведет себя очень спокойно. Обычно шатаясь вдоль стен или посиживая на своей жопке. Но, как только кто-либо смотрит на его лицо, происходят катастрофические последствия. Причем, то же самое касается и просмотра видеозаписи с его участием, или настоящих фотографий. Художественные... Фу, все, нахуй, вырубаем. Поражения, использованные в этом видео, не вызывают у Скромника никаких реакций. Увидевшее лицо 0,96 жертва обречена. Объект почти сразу же становится эмоционально нестабильным. И отправляется в сторону своей добычи, точно знает, где она находится. Нихера себе. Никакие препятствия на пути Скромника не способны его задержать. Так вот зачем мы нам это видео кинули. Нас просто захотели аннигилировать, да? Ага. Это заказ на убийство? Кстати, заметь, арт был до этого показан, у него было показано не как у человека. Угу. То есть у него... Три сустава было. Да, у него вот этот сустав был удлинен. Кость еще одна была. Он гнет и рвет сталь, ломает бетон, пробивает своим телом дома и военную технику. Неважно, где находится жертва, под водой или в самолете в воздухе. Долговязый ублюдок все равно до него доберется, а после убьет. Самое удивительное то, что неясно, разумен ли 096. Как и непонятно, слеп он или нет. А еще Скромнику плевать на получаемые раны. Выстрелы из специальных винтовок лишь временно замедляют его. При этом 096 довольно быстро регенерирует полученные повреждения. Не влияет на него и крайне низкая или очень высокая температура. Ну и как же можно уничтожить такую тварь? Рассмотрим некоторые предпринятые попытки. К слову, о том, как убили Скромника, рассказал канал протокола SCP. Но его рассказ был более чем скромный. Я же поведаю вам более детальную историю. Ну и раз уж упомянул протоколы, то можете на него подписаться. Особенно, если любите обсуждаемую вселенную. Ролики у него просто отличные. Я даже ссылочку в описании оставлю. Так сказать, бесплатная реклама. После инцидента 096-1А, вследствие которого были нарушены условия содержания объекта, что привело к большому количеству жертв Скромника, было решено уничтожить. Первым делом сотрудники фонда решили проверить, что будет, если перед 096-ым поставить зеркало. Предполагалось, что тварь нападет на саму себя, но никакой реакции не последовало. Вследствие чего была подтверждена гипотеза о том, что Скромник слеп. Затем решили протестировать мусоросжигательную установку. Как только телу объекта стали наноситься повреждения, он вошел в эмоционально неустойчивое состояние. И легко проломил стальные стены установки. Как только ему перестала угрожать опасность, он почти сразу же успокоился. И его поймали без дальнейших происшествий. Тут можно сделать вывод, что переход в буйное состояние связан с угрозой для жизни. Даже если в его лицо никто не смотрит. Как он, блять, появился вообще? Далее пошли тесты с другими объектами. Первой на очереди была SCP-597, известная под именем «Всеобщая мать», класс Эвклид. Это создание представляет собой большой сгусток плоти, который постоянно пульсирует. По всему ее телу располагаются соски, из которых выделяется молоко. Любое существо, вошедшее в контакт с матерью, подвергается гипнотическому воздействию, заставляющему его идти к одному из сосков и сосать молоко. Все остальное жертву... Я не знаю, что это за фильм. Что это за фильм с Дженом Керри? Я что-то не помню. Кули не интересует, и процесс обычно приводит к серьезным психологическим отклонениям, из-за чего подопыты обычно уничтожают. Надо посмотреть. Мама! Когда в камеру с 597-й ввели скромника, он первое время не проявлял никакой реакции. Чуть позже он заинтересовался одним из сосков и начал его лизать. А после состервенения впился в него и всего за несколько секунд высосал все молоко. После 096-й переключился на другой сосок, и процесс повторился. Неспособность всеобщей матери удовлетворить запросы скромника вывели его из себя, и он принял срывать ее плоть на части. Какая силушка. Загипнотизированный 597-й персонал бросился на ее защиту, но был почти сразу же убит. После того, как в другой комнате человеку была показана фотография 096-го, скромник в ярости направился к нему и разорвал. Сразу же после этого он успокоился и боли не испытывал желания вернуться за молоком. Далее пошла очередь SCP... Охуенно, чтобы спасти один объект, они взяли и показали человеку и пожертвовали им, чтобы на него накинулся другой объект. 426-го известного под именем ЯТОСТЕР, класс F-клид. Все, кто контактирует с этим объектом на протяжении более чем двух месяцев, сходят с ума, начинают считать себя тостерами и имитируют функции этой техники, иногда нанося себе травмы, несовместимые с жизнью. Скромник два месяца провел рядом с 426-м, после чего начал проявлять нестандартное поведение. Через какое-то время он стал полностью вести себя как тостер. Объект сидел на корточках, постоянно погружая и вынимая воображаемый хлеб из несуществующего отсека на своей спине. После того, как очередной жертве была показана фотография скромника, 096-й перешел в состояние ярости и уничтожил ее. Затем он стал спокойным и более не пытался имитировать 426-го, вернувшись в свое обычное состояние. Далее пошли более серьезные тесты с использованием 106-го и 173-го, о возможностях которых я рассказывал в своем предыдущем видео. Сначала была очередь SCP-106-го, известного под именем Старик, класс Кеттер. 106-й способен проходить сквозь любые твердые предметы, и во время его очередного побега ему было показано изображение скромника через систему видеонаблюдения. Увидев его, Старик издал тревожный крик и тут же скрылся в свое карманное измерение. 096-й довольно быстро прибежал к последнему месту пребывания своей жертвы и стал ждать. Старик попытался затащить скромника в свое измерение, но оказался менее проворным, чем 096-й, и был довольно быстро им сожран. Из-за особенностей 106-го, тело скромника почти сразу же подверглось разложению, и Старик смог из него выбраться, после чего затащил ослабленного противника в свое карманное измерение. Оба объекта появились вновь спустя 27 часов. 096-й был покрыт черной субстанцией, серьезно ранен и плакал, уткнувшись в свои ладони, а 106-й был крайне доволен тем, что произошло. После восстановления скромника процедуру повторили, но при виде старика он просто падал на пол и начинал рыдать. А 106-й, довольный таким результатом, не предпринимал более никаких действий. Типа, и я его сломал. Он пусечка. Я здесь батя, и мне насрать. Походу. И все. Потому что, видимо, убить он его не может. Да, типа, чисто он над ним подоминировал. Да. На очереди SCP-173, известный под именем скульптура, класс Эвклит. В камере, где находился объект, было размещено изображение скромника. 173-й не проявил абсолютно никакой реакции на увиденное. Как только 096-й появился, скульптура стала двигаться достаточно быстро, чтобы избегать любые направленные против нее атаки, что было еще одним подтверждением слепоты объекта. А через какое-то время раздался характерный хруст. Шея скромника была сломана, однако он довольно быстро восстановился, после чего все повторилось. Приблизительно 5 часов 173-й ломал своего противника. И в какой-то момент 096-й сдался и сбежал из камеры. Примечательно, что только скульптура была в состоянии ломать неразрушимые кости скромника. Ни один другой объект или какое-либо воздействие не могли этого сделать. Самое то, что в 5-й раз в 3-й... Да. Пришла очередь SCP-198-го, известного под именем «Стаканчик Джо», класс F-клид. Данный объект может принимать разные формы, например, становиться бутылкой, кружкой или похожей емкостью. Жуткий момент заключается в том, что если взять 198-го в руку, то он связывается с жертвой на молекулярном уровне. В течение 24-х часов носитель стаканчика подвергается обезвоживанию и истощению. При этом забираемые из тела физиологические жидкости и выделения перемещаются внутрь стаканчика, а после выплескиваются. В конце концов, несчастный умирает. Жесть. Как только 197-й был перемещен в камеру к скромнику, последний взял его в руки. Как оказалось, регенерационные возможности 096-го свели на нет, связывающие воздействие стаканчика. Тем не менее, скромник заинтересовался предметом, оставил в руке и перевернул его, выливая на пол смеси своей же слюны, пота, крови, желчи, слизи, мочи и кала. Как только камера доверху заполнилась... Охуенно, блядь. Пиздатый... Развлекалка. Пиздатая ванна, я б сказал. Ага. С этой райской субстанцией эксперимент прекратился. Далее идет SCP-1566, известный под именем бесплатной обнимашки, класс безопасный. Из себя этот объект представляет футболку с соответствующей надписью. Если она надета на человека, то последует взаимное объятие с любыми находящимися рядом людьми. Однако, носитель футболки становится невероятно сильным и против своей воли наносит своими действиями серьезные травмы, повреждая легкие, ломая ребра и в целом выжимая человека словно лимон. Все это само собой приводит к смерти. Заеби. Выбранному сотруднику фонда в футболке была показана фотография скромника. Как только 096 появился в камере, последовали взаимные объятия, в результате которых человек остался в живых, а объект был раздавлен. Кости при этом не пострадали. Почти сразу же скромник регенерировал, и все повторилось. После шести часов одних и тех же действий носителю футболки было решено ликвидировать, а 096 отправили обратно в камеру. После последовали и другие попытки уничтожения скромника, но все они заканчивались неудачно. За шесть месяцев их было 27. Его даже сводили с SCP-682, неуязвимой рептилией, которая распотрошила 096, а после его плоть растворилась в кислоте, находившейся в камере с объектом. Кости, однако, остались нетронутыми. Их вообще ничего не брало, а после начинался процесс регенерации. Кости пытались сжечь, дробить, применять радиацию, кислоту и другие воздействия. Все безрезультатно. Поэтому ученые решили опять применить против скромника скульптуру. 173 успешно разломал черепную коробку и позвоночник жертвы, после чего он был моментально окружен агентами фонда. В это же время к трещинам в костях и ко всему телу скромника были подсоединены трубки, по которым внутрь начала поступать кислота. Изо рта 096 пошли пузыри, а надетый на его голову мешок задымился и почти полностью растворился. Морда скромника, одновременно ужасающая и полная боль, быстро таяла на глазах сотрудников фонда. Из глотки раздавались булькающие звуки, сменяющиеся оглушительным визгом. Кожа и плоть по всему телу 096 отваливалась и падала на пол. Внутренности лопались и из них брызгала залитая ранее кислота. К этому моменту от лица скромника почти ничего не осталось, но все же оно было. И сотрудники фонда смотрели на него. Монстр вскинул свои тающие руки и поковырял к одному из агентов. В ответ по нему открыли огонь из оружия. Раньше выстрелы могли лишь ненадолго замедлить 096, даже если от его тела оставались одни лишь кости. После чего он продолжал свое движение к жертве. Сейчас же все было по-другому. Кислота плавила кости изнутри и в первую же очередь превратила некоторое количество в кашу. Это из-за что не Скромник, это из фильма, из Воку называется. Хотел я сказать Люди в черном, но нет, это про апокалипсис. Да-да-да. Из-за чего Скромник поварился на спину. Огонь не прекращался. С тобой его вместе смотрели звука. Да. Я уже не помню просто. Они там в кафешке тусили долго. Я помню, но я просто старая для этого дерьма. Я уже не помню. По-моему мы его с тобой смотрели, если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться, ты же знаешь, я тоже старая. Да, я просто помню, что я по телеку видела его кусками. Мы уже 30 лет вместе. Вращался и велся, начиная от головы и заканчивая ступнями. В конце концов, кислота и пули сделали свое дело. И от 0.96 осталось только лужа крови. Вот так, друзья, в одном из рассказов и был уничтожен наш любимый Скромник. Но повторюсь, что пока на странице с объектом не будет соответствующей информации о списании, он будет считаться функционирующим. Пипец. Судя по всему, это когда-то был человек. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и на мою группу ВКонтакте. Спасибо и помните, что на фотографию Скромника теперь можно смотреть безо всякой опаски, ведь он... И такая няшка с угла вылазит. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. Видос реально такой... Любопытный. Любопытный. Меня засосало. Да-да-да. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...